Сергей Викторович, со стороны смотрелось, что это была очень напряженная неделя на Генассамблее. Кто-то уходил, кто-то заходил, кто-то делал заявление. А в результате, наверное, это часть дипломатической игры. Вы как оцениваете происходившее? Это неизбежная неделя, потому что на открытие Генеральной Ассамблеи, на общеполитическую дискуссию, приезжают главы государств, министры, и это в основном неделя двусторонних контактов. Естественно, выступлений на Пленуме Генеральной Ассамблеи, где презентуют свои подходы к современным международным вопросам все страны. Но параллельно, и, наверное, гораздо важнее, вот это вот огромное количество мероприятий, как говорится, на полях Генеральной Ассамблеи, двусторонних доверительных бесед, в ходе которых обсуждаются деликатные вопросы, иногда находятся какие-то подсказки для того, чтобы их использовать уже в практической работе. И много мероприятий многосторонних. Вот в моем случае у нас состоялось, я не помню, около 70, наверное, встреч, в том числе встречи министров иностранных дел ОДКБ, ШОС, министров иностранных дел России и сообщества Латинской Америки и Карибских стран, и многие другие. Состоялась, конечно, и встреча пяти постоянных членов на уровне министров иностранных дел с Генеральным Союзом ООН. И это, наверное, очень важное мероприятие во всей международной жизни, потому что в одном месте, в одном здании неделю вы можете переговорить практически с любым руководителем любого государства. Прежде чем началась Генеральная Ассамблея, американцы анонсировали, что сейчас Трамп скажет глубоко философскую речь. И повод, в принципе, достаточно такой философский. Каким будет миропорядок, каким должно быть ООН, должно быть оно реформировано. И вдруг он делает эту декларацию, которая, на мой взгляд, считывается, сделаем Америку великой снова, потому что она платит слишком много, ООН получает слишком мало, давайте теперь каждый сам за себя. Если мы так много платим, нам бы хотелось и побольше диктовать. А наша позиция какова? Ведь мы же не подписали декларацию, у нас, судя по всему, своя идея. Каким должен быть ООН? Он должна быть такой, которой ее видят государства-члены по итогам переговоров с участием всех этих государств. И в такой, которой она будет выглядеть в их решениях по итогам этих переговоров. Декларации, которые американская сторона распространила, с приглашением подписаться под ней к любой стране, которая входит в организацию Белоконнаций. Если брать существо этих принципов, то с большинством из них очень трудно спорить, что нужно, чтобы организация была эффективна, чтобы она решала проблемы, чтобы избегала бюрократии, лишних трат. Трудно спорить. Но когда, скажем, мы и еще некоторые страны-члены, которым эта декларация поступила, предложили поговорить о каких-то формулировках, нам сказали, нет, это не обсуждается, вот это вот берите или подписывайте. Но, конечно, ни мы, ни Китай, ни Франция, в частности, не могли на такой подход согласиться. И декларация подписана государствами в большом количестве, но она от этого не стала каким-то документом Организации Объединенных Наций. Мероприятие проводилось, да, в этом здании, но оно не имеет никакого отношения к структурам, которые созданы уставом ООН. Поэтому для того, чтобы все эти рекомендации, все эти принципы легли в основу работы секретариата, как того хотят в Вашингтоне, нужно, чтобы секретарят получил мандат. А мандат он может получить исключительно от Совета Безопасности или от Генеральной Ассамблеи ООН и Экономического и Социального Совета. Вот, собственно говоря, каков статус этих деклараций. Но мы приветствуем то, что администрацией Трампа заинтересовалась ООН. Было бы хуже, если бы они ООН игнорировали. То, что в ООН есть лишний жирок, это давно не новость. Но надо подходить очень осторожно к любым резким, к любым таким серьезным реформам, потому что вот этот лишний жирок, он во многом объясняется тем, что здесь все-таки 193 страны-члена. И каждый из них, даже с населением 10-15 тысяч человек, если такие, особенно вот в южной части Тихого океана, хочет как-то быть приобщенной к работе организации, в том числе иметь своего человека в секретарятии. Ну, это, по-моему, абсолютно объяснимые желания. Вот поэтому, когда мы будем этот жирок срезать, как бы нам не задеть и живой организм этой организации. Вот американцы не раз демонстрируют, что они, в принципе, и сейчас демонстрируют в случае с Северной Кореей, что ООН ООНом, а у нас есть желание. Американцы берут, вводят односторонние санкции, но в ответ Ким. То есть они угрожают, а Ким в ответ обещает взорвать огромную водородную бомбу. Это уже не шутка. Трант называет его сумасшедшим, Ким обзывает его сумасшедшим, но это уже не обзывательство. Что делать? Большинство ООН, моих собеседников, говорят примерно следующее. Это одна и та же мысль, которая в разных выражениях у всех присутствует. По Ираку американцы ударили исключительно потому, что у них была стопроцентная информация, что не осталось там никакого оружия массовой уничтожения. Там же работала комиссия ООН, они достаточно интрузивно ходили по всей территории этой страны, посещали все объекты, любые, которые их интересовали. Поэтому, когда эта комиссия сделала вывод, что Ирак не до конца выполнил требования, те, кто принимал решение о нанесении ударов по Ираку, они прекрасно знали, что это ложь. И те, кто эту комиссию возглавлял, не будем вспоминать, там был один австралийский деятель, конечно, взяли на душу огромный грех. Но вот и дальше эта мысль развивается в следующем направлении, уже в направлении Северной Кореи. По Корее американцы не нанесут удар, потому что они не то что подозревают, а они знают точно, что у них есть ядерные бомбы. И президент Путин, не раз обращаясь к этому вопросу, говорил, что невозможно себе представить, что у американцев или у кого-то еще есть стопроцентная информация обо всех без исключения объектах. Понимаете, я сейчас не защищаю Северную Корею. Я просто говорю о том, что с таким вот анализом согласны практически все. И если этот анализ не будет превращен, не будет осмыслен в Соединенных Штатах, я надеюсь, к нему уже обратились аналитики и те, кто будет советовать в отношении принятия тех или иных решений, то мы, конечно, можем сорваться в очень непредсказуемой эпике и будут страдать тысячи, тысячи, десятки, тысячи, если не сотни ни в чем не повинных граждан и в той же Южной Корее, ну и в Северной Корее, конечно же, в Японии, да и там Россия с Китаем совсем рядом. Понимаете, правда, у нас там нет такого скопления населения, но жизнь каждого человека дорога. Но ведь когда в 21 веке люди говорят, я уничтожу вам всю страну, это уже как-то не очень нормально. Это кажется, из какого-то такого давнего прошлого. Это как остановить, вот этот поток угроз, его можно как-то остановить сейчас? Только лаской, внушением, убеждением. Вот хоть по поводу ласки. Тилерсон вас встретил буквально с корабля на баллы, вот всю неделю, он не раз приезжал к вам, переговаривался. Нет, он один раз приезжал, остальные разы мы встречались и на его территории, и встречались в ООО. Ну, разнообразие тоже никогда никому не вредило. И одновременно вы, с одной стороны, заявляете, что вы не хотели бы милитаризации киберпространства. Американцы начинают эту разборку с Фейсбуком. Пенс делает какие-то абсолютно антироссийские заявления. Вот эта вся сумма со стороны кажется очень огромной. Скажите, а что у нас с Америкой? Это такой обычный вопрос. Что у нас с Америкой? И что будет? Просто русофобы из числа тех, кто просто сорвался буквально в нервном смысле в связи с победой Трампа на выборах, эти русофобы пытаются администрацию загнать в угол. Демократы, конечно же, здесь играют главную роль, потому что до сих пор они обвиняют поражение Хиллари Клинтон в том, что Россия вмешивалась, и я не читал, но я видел выдержки из книги Хиллари Клинтон, которую она написала, и тоже вот только Путин, Россия, вот только они предотвратили, и что он с самого начала ее не любил, это, я не знаю, все-таки женщина, которая расстроена, можно понять. Но, кроме того, еще и республиканцы в значительной степени, по крайней мере по некоторым вопросам, активно присоединяются к демократам. Это объясняется тем, что избрали несистемного человека, который просто нашел путь к сердцам избирателей. И получилось так, что на праймере с республиканской партией именно он получил первое место. А, наверное, тем, кто является такими системными бюрократами в республиканской партии, хотелось бы иметь кого-то своего, более что ли подчиненного общественному мнению республиканской партии. Ну вот сегодня представитель ООС США, при ООН Никки Хейли, говорит, Россия вмешивалась в наши выборы, но мы все равно будем с ней сотрудничать. Нам как это расценивать? Вот я именно про текущий момент. Ну, понимаете, люди новые, они должны немножко все-таки еще как-то освоиться в ООН, и понять, как это все работает, как вести переговоры. Я философски на это смотрю. А Путин поручил вам собрать документы, чтобы обратиться в суд по поводу нашей недвижимости. Да, мы этим занимаемся. Занимаемся этим, мы говорим с адвокатами, собираем, так сказать, информацию о том, какая адвокатская контора, какое мнение имеет в предварительном плане. Ну, это дело такое, затягивать не будем, но и тут спешить не следует. Вот вы сейчас на полях встречаетесь с американцами, спрашиваете, ребят, ну, может быть, уже вы все говорите, что вы хотите дружить, мы тоже хотим дружить. Никому мы ничего не говорим. Если они говорят, что давайте чем-то займемся, мы занимаемся. Если они говорят о том, что мы главная угроза для Соединенных Штатов, ну, что мы будем с ними разговаривать? Ну, как мы можем разубедить этих людей? Выходит Порошенко после встречи с Трампом. Мы говорим, Трамп и я, мы никогда не поддержим введение по российскому принципу миссии охраны ОБСЕ в Донбассе. Ну, хорошо, что хоть сказал Трамп и я, все-таки вежливость не утратил до конца. Мог бы сказать и я, и Трамп. Вот как нам реагирует, в результате, потому что здесь много обсуждателей. Мы внесли предложение и обосновали его со всех сторон, устами, в том числе и президента Российской Федерации. Ни одного конкретного предложения на бумаге по тексту нашей инициативы мы ни от кого не получили. Если они не хотят его обсуждать, ну, что мы можем, не будем же мы их заставлять. Сирия. Вот сейчас в Сирии происходит 87% территории освобожденного. И скоро, в принципе, ИГИЛ будет измана из Сирии. И такое впечатление, что американцам это не нравится, что они начинают провоцировать, скажем, удары. Что в этой ситуации может противопоставить России? Жесткое заявление, только дернетесь, или снова дипломатическим путем мы пытаемся с ним договориться? Ну, там идет работа по соответствующим каналам, работа, которая дает результат. Американцы, как мне кажется, на уровне военных прекрасно все понимают. Там все-таки тоже есть профессионалы. Что касается разных целей, безусловно, это так. И когда ИГИЛ будет разгромлен, и с ним вместе Джахат Ан-Нусра, тогда, в общем-то, и проявятся у кого какие цели в Сирии. Потому что нас, американские коллеги, включая Теллерсона, уверяют клятвенно, что у них нет никакой другой цели в Сирии, кроме уничтожения террористов. Вот когда это состоится, тогда и станет ясно, так это, или какие-то все-таки цели политические Соединенные Штаты преследуют, которые нам пока неизвестны. Спасибо. Спасибо.